Посет нас, як облак и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нередко вера и религия. Человек верующий, человек религиозный противопоставляются. В обиходном понимании религиозного человека от верующего отличает приверженность формам той или иной религии. Как правило, под религией человек понимает систему традиции и догму, которая отличает одно исповедание веры от другого. Если говорить о христианстве как религии, то есть системе христианского вероучения, то отношение себя к этой религии еще не свидетельствует о наличии личной веры в Иисуса Христа. С точки зрения Писания Нового Завета, неверующий во Христа не имеет ко Христу и во Церкви никакого отношения. Внешние атрибуты не имеют для Царствия Божия никакого смысла. Но так, как мы живем в обществе и не способны, да и не имеем права судить, кто верит во Христа истина, а кто нет, то используем понятие религиозной церковности. Многие считают религию полезной и нужной для общества, нации, семьи и государства. Для поддержания честности и морали. Религия приносит пользу через утешение, воодушевление, то есть удовлетворяет психологические и общественные потребности. Религию можно любить подобным влечением спортом, наукой, каким-то делом. Религия интересна и занимательна. В ней есть красота и эстетика, мораль и ценности, завораживающая таинственность и авторитетная традиционность. Поэтому те, кто воспринимает церковь внешне, защищают ее земное величие, либо ругают ее за это же, мистическая жизнь церкви, ее основное внутреннее содержание, которое не поддается определению по различным параметрам, может не восприниматься и не приниматься религиозными людьми к жизненным руководствам. Когда религия сводится к пользе, то вместо веры речь идет о религиозном чувстве. Ярким примером религиозности без веры являются в Евангелии неверующие иудеи. Себя они, конечно, не считали неверующими, всячески старались соблюдать закон, отличались моральностью, говорили о своей вере в Бога. Такой тип религиозности никуда не исчез. Он присущ сегодня и христианству. Вера, в отличие от религиозности, это не просто особый стиль жизни, но коренное внутреннее изменение человека, новое рождение, встреча со Христом и принятие доверия Ему. Если религиозное чувство пассивно направлено на помощь и удовлетворение индивидуальных духовных нужд, то вера предельно активна. Это жизнь в Боге. Религиозное чувство легко принимает разрыв между жизнью и религией, благополучно уживается с идеями и убеждениями, которые не только чуждо христианству, но зачастую открыто ему противоречат. Призывы во вражде, ко вражде, ненависти, осуждению других людей, которые можно услышать у христиан. Пример религиозности. Чужда верит. Религиозное чувство является приверженность в форме даже в ущерб содержанию. Неизменность, священность, красота, традиционность при утрате понимания их целей также бесплодны, как гробы, которые выглядят красиво, но внутри содержат смерть, а не жизнь. Евангелие от Матфея, 23 глава. Вера наполняет смыслом существующие формы и традиции и не боится при необходимости сделать форму более понятной, чтобы донести внутренний смысл. Истинное поклонение Богу происходит в духе и истине. Евангелие, 4 глава. Поэтому поклонение без духа при одном лишь соблюдении форму является ничем иным, как идолопоклонство. В безжизненности религиозного чувства свидетельствует равнодушие к содержанию веры, отсутствие интереса к тому, чему призывает Господь Иисус Христос. Сама личность Христа, божественное тайное вовплощении, неинтересное религиозному чувству. Если религиозность можно распространить как идеологию, навязать как систему ценностей и убеждений, то вера находится исключительно в компетенции Бога. К ней невозможно принудить, она может охватить все существо человека, а не только убеждения. Те случаи в истории человечества, когда власть и мущие при помощи церкви пытались навязывать христианские убеждения, принимали уродливые антихристианские формы, религиозному чувству сложно принять идею свободы Духа Божия. Религиозное чувство проявляется тогда, когда человек в минуты несчастья и страданий обращается к Богу или церковной жизни. Но по прошествии времени, при возвращении к обычной жизни, ведет себя так, как будто Бога и нет. В притче о сеятеле о таких людях сказано, что заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Евангелие от Марка 4 глава. Когда религиозный человек пытается искать Бога, слышать своим сердцем его призывы, тогда становится возможным его обращение к вере и новое рождение от Духа. Таким образом, вера и религиозное чувство далеко не идентичны, а подчас и противоречат друг другу. При этом надо помнить, что Господь Иисус Христос не давал власти верующим осуждать неверующих, но прерогатива исключительно Божия. Аминь. Завтра 8 часов начала молитвы. За богослужением у нас будет битрополит Владыка Сергий. Поэтому прошу всех не опаздывать и приходить в праздничном одеянии. Храни всех Господь. Аминь. 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 Аминь.